Мир безграничных возможностей. Лозунг участников веломарафона слабовидящих и незрячих. Сегодня велосипедисты приехали в столицу Чувашии. Как спортсмены преодолевают путь, расскажет Юлия Важанина. Шесть стран, 30 городов, 5000 километров. Именно столько должны преодолеть эти спортсмены. В августе они стартовали из Астаны, а финишировать должны в Париже в сентябре. Каждый день рассчитан по минутам. 150 километров столько в среднем за сутки преодолевают велосипедисты. Еще вчера они были в Казани, а сегодня приехали в столицу Чувашии. Основная миссия нашего проекта это социализация людей с ограниченными возможностями здоровья. Это показать на своем примере, показать о том, что есть путь другой. То есть когда мы берем авторство за свою судьбу, за свою жизнь, сами в свои руки и показываем, делаем такие проекты. Бахтияр Базарбеков возглавляет колонну веломарафонцев. Несмотря на то, что у него всего 5% зрения, он ездит самостоятельно без помощи пилота. Остальные же участники движутся в тандеме. У Мурата Альджанова врожденная катаракта, но это не мешает ему заниматься спортом. В велопробеге он участвует уже второй раз. Для меня немаловажно, конечно, посмотреть весь мир. Посмотреть, ну не весь мир, а частичку. Ну и, конечно же, чтобы больше людей с инвалидностью занимались спортом. И я думаю, мы будем как мотивационная площадка. В его глаза пилот или, проще говоря, напарник Марат. Он задает направление, Мурат вместе с ним крутит педали. Кстати, у участников не простой велосипед, а специальный двухместный. С Муратом мы знакомы второй год, уже притерлись. Потому что самое главное здесь в тандеме, и пилоты из Токио должны быть на одной волне, чувствовать друг друга. Мы хотим показать мир незрячим людям. То есть, если говорить проще, то есть, если убрать какие-то другие цели. То есть, мы рассказываем и показываем окружающий мир. Они могут чувствовать запахи, аромат, чувствовать ветер в лицо, да. То есть, погоду всю новых вот этих стран и городов. А мы просто это описывая словами, мы даем им возможность все это представить себе. Следующая точка марафона – Нижний Новгород. Туда спортсмены прибудут уже завтра. Кстати, за их передвижениями можно следить онлайн через специальные приложения. Юлия Важенина, Татьяна Раевская, Игорь Зверев, Александр Петров, Республика.